показываю один раз бросил подождал пока упала есть контакт два плавненьких обороте к еще два все запомнили здоровенную рыбу день у тебя реально тут прет всем доброе утро друзья доброе утро мы сегодня с денисом на микро джековой рыбалке любители воблеров сильно не переживайте вот щука переболеет и недельки буквально через три уже начну применять воблеры сейчас же нужно отточить то чем раньше я вообще не занимался микро джек ну как микро там 34 грамика сегодня будут у нас летать в моей практике ну вот буквально первый опыт получаю и в этом году планирую на легенькие височки на микро какие-то размерчики резинки ловить реально крупных рыб не вот эту всю мелочь а реально крупную трофейную щуку на вот эти легенькие спиннинг и я сегодня денису дал свой блюберт до 7 грамм катушки крупный шнур толстый вот не успел еще легенькие шнурочки обновить сюда есть аренка 0 3 ну как бы в корягах тут прям мало ли вдруг бонус какой-то влетит вероятность такая есть потому вот между 0 3 аренкой и смартом единичкой пришлось выбрать толстый смарт и импульс 762 улт с тестом до 7 грамм блюберт 702 до 7 грамм новенький страдик вот чуть-чуть чуть-чуть и расскажу там все по нем в четырехтысячном типа размере есть там проблемки но это касается именно четырехтысячника и кроме всего прочего кроме интересной уже рыбалки мы пару якорей сделали пока сюда дошли и тут у нас уже есть несколько переселенок как-то раньше до этого не додумались хотя плотно занимались этим еще лет десять назад есть возможность наловить много мелкой щучки мы сейчас это все будем дело реализовать и зарыбим очень жирный ставок в котором полно мелочи в котором она буквально даже не растет вот такие карасики там ну в общем сильно не буду рассказывать чтобы пока не узнали какой этот ставок но планируем прям несколько сот туда хвостиков за несколько рыбалочек привести если это у нас получится и годика через 34 я думаю там будет щуки просто полно кормовая база огромная такая обильная ну вообще будет бомба дадить но сегодня пока постараемся записать вот эти весенние звонкие на легенькие снасти поклевочки частые мы встретили нашего друга михалыча сейчас подойдем спросим у него как дела как рыбалка да михалыч подходите к нам подходите расскажите нам доброе утро михалыч так михалыч комментарии на ю тубе читаете вы видели какие все правильные рыболовы все отпускают всю рыбу вы видели сколько сюда приезжает к нам рыболовов вы видели какую мелочь складывать по пакетам она скажите смотрю значит моторная лобка навороченная спиннинги тоже а мелочь шона голодный михалыч моя пенсия 3000 и то михалыч рыбачит в общем ну посмотрите на лодке которая старше наверное меня по возрасту самодельными приманками самодельными воблерами там колебал очками ну в общем если вдруг у кого-то будет желание чем-то помочь михалычу мы контакты оставим уже была у нас такая мини акция собирали михалычу там подарочки немножко денег собрали в общем михалыч классный рыбак классный мужик и даже михалыч мелкую щучку отпускает там зачем отца мои одним днем люди что ли живут а за своих детей внуков они не беспокоятся ну выловят мало то что экология такая что промышленность травить ее то спускает воду то не спускает икру мечет воду спустила на воздухе икра пропала да да кстати сейчас уровень воды если обратить внимание сантиметров на 8 а то и 10 вон по зеленке на камышу видно упал на камыше больше больше даже до сантиметров 15 но там уже речка тут шире ну в общем уровень упал его там на нерестилища где в камыше щука нерестилась ну да в принципе упала его часть икры осталась где-то на суше она просто пропадет ну это такое браконьеры это плохо экология плохо но спиннингисты вот эти которые по пол мешка по 20 грамм щуку по это ш ужас короче спасибо михалыч за то что вот правильный рыболов будем ловить вы сколько сегодня поймали же две штучки отпускницы до меленькие все понял настроение что рыба есть отдохнуть слиться с природой надо короче михалыч накалядовать вам на нормальную лодочку потому что у вас есть дать тяжелая понял я думал нету я понял а так это легкая я думал уже какого-то производителя под под напрячь то накалядовать трошки вам ну короче михалыч очень скромный но если у кого-то есть возможности желание телефон оставлю михалыча в комментариях в описании к этому видео и в комментариях короче везде оставлю все михалыч погнали рыбачить спасибо михалыч и вам не хвоста русло идет чуть ближе к нашему берегу и сейчас я где-то на самую глубокую точку этого русла бросаю и иду потихоньку затягиваю приманку на подъемчик иду потихонечку и как раз в этом месте щучка пока что то здесь не особо активно подвисла вот одна но надеемся сейчас еще получим мощную поклевку круг есть есть до серик просто специалист уже ты посмотри фишку про хавали ты что такой кайф дубасит до синячки сложно отказаться мы это знаем в шахту денька в шахту то с поклевочкой такая рыбяшечка в каких-то паразитиках так открой открой пожалуйста ротик пожалуйста будь хорошей рыбкой мы тебя переселим щучий рай будешь там такая довольная спасибо нам будешь говорить так нашем видеорочке уже скоро и места не останется надо что-то думать их что-то думать с новой тарой чик не хочет что-то ларь цепнулся так друзья заметил такую интересную фишку рыбки уже немножко поймали с одного квадрата есть она там поклевывает были поклевочки мы поднялись чуть выше по течению потому что вот заметили всю рыбу который сегодня мы поймали поймали при тех условиях о которых я говорил плюс проводка по течению вроде бы приманкой быстрее падает но против течения когда ее ведешь вот тот же свальчик также на него затягиваю примерно под тем углом в том квадрате там рыбка есть много поклевок поймали несколько сейчас сделаю пару десятков забросов плотно проработаю этот свальчик а потом спустимся ниже и попробую несколько забросов сделать и провести по течению ну как бы перед этим вот рыбку поймали были поклевки хвостика 3 дернули оттуда пара поклевочек она там стоит она есть там в количестве мелкая щука плотненько стоит но против течения приманку виду почему-то совершенно она не хочет никак реагировать и подвис больше дольше но вот как-то не хочет и все это уже отмечалось не на одной рыбалке возможно я там в микро джиге этом абсолютный новичок и это какая-то норма либо там кто-то отмечает стабильно отпишите в комментариях но как-то очень интересно сейчас мы это все дело проверим так друзья рыбочку нашу мы пересадили на пуканчик она в количестве своим резко возрастает здесь и уже тесно было пуканчик у михалыча взяли поменяли с ним буквально местами чуть дальше он стал мы стояли добрасывать мы туда будем примерно 15 забросов было у меня и обрабатывал же этот же участок проводя приманку против течения сейчас будем делать то же самое теми же приманочками с тем же весом но по течению посмотрим будет она отзываться так или не будет такой небольшой экспериментик неоднократно отмечали что и на воблеры такое было что есть прикинь денька ну давай прям ну я не знаю как это назвать только стали но вот деньги синьку тоже поставил чтобы быстрее выяснить только стали шнурсом но тем не менее с той стороны бросали у прилично тихо 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 малыш тихо 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 все по честному на синьку 5 граммиков короче почему так вроде бы быстрее падает ступенька становится короче но щука берет активнее опытные микро джиггеры у меня паника какая-то объясните в комментариях почему происходит так все цепляем на кукан и как цепляем не показываем немножко травматично но ты будешь такая счастливая в этом ставочки поверь на маленькая будешь тащиться там все одеваем и рабочим дальше шнур толстый летит не особо конечно да но да блин сколько всего надо это ужас какой-то и спиннинг девятку какую-то надо скоро начнется ловля там интересное нужно очень далеко бросать и шнур и надо ну смотри ну как это объяснить denis глянь стали на точку вот но тот же самый сектор абсолютно тот же не как-то сознание ломается просто чего она так не берет смотри какая бойкая прям прям так приятно сатры какая на синечку так в общем но я не знаю друзья как это теория вроде бы но сегодня она работает вообще стоп ох сошла долго возился но тем не менее показатель два хвоста это уже показательно работает она сегодня почему так вот объясните кто-то объясните кто-то поставил флюрик вместо скруточки контакта очень много ну таких прям жадных поклевок очень мало может связано с уровнем воды может еще что-то давай уже долбани уже аж хочется почувствовать это есть такая нежная дата дети верю на буквально понюхала его палочка звонкая такая импульсы классно получились даже бюджетные вообще прикольные такие прям слышно как она его там нежненько нежненько родненько слушай только это какое-то прям тяжеленькая такая мы скоро на мормышинг я думаю перейдем счета меня так завлекло это дело количество поклевок бешеная рыбочка тихонько все 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 тихонько тихонько тихонечко ну подожди секунду смотри какая красивая щука вырастет вставочки вот здоровое такое прям понравилось буду вот на выставке возьму какую-то нано палочку попробую еще на мормышечку половить интересно нужно разбавить эту крокодилы крокодилы люди злятся пишут ловишь там нас такой нету рыбы пожалуйста народный размер ха-ха щукует какой я так все не мучаем на куканчик пойдешь на куканчик волшебный ставочек пойду опа ты видишь уже просится прям говорит быстрее давай что ты держишь меня одевай меня на кукан везде вставок кинечко кинь пожалуйста чик нужно передать людям эту картинку это прозрак достаточно хороший для нашей речки в таких корчиках вот ловим щучку ах погодка сегодня сказка 3 марта как-никак просто красота так берем сосисочку берем мощную горчицу так так трошки hop потом атаку все для тех кто любит острая слезы свои показывать не буду но гайморит пробивает реально хорошо есть ухты ухты вот это прям кто-то и у тебя ой-ой-ой-ой смотри что творится денис так это у меня кабан какой-то влево офигеть смотри какая дубила рыба у тебя сошла да нормально как раз мы на народный размер перейдем немножко подвыкнемся с этим а то смотри какое большое ты видел видел какая здорово было ух ёлки это рыбина целая гора поклевок здесь такой интересный рельеф мы очень хорошо вот рисовали на охолоте на прошлых рыбалках руслица чуть дальше подходит к правому берегу ближе и здесь такой тоже начинается затяжной затяжной свал вот в точке где мы стоим и вот напротив мысика камыша где-то перепад глубины сантиметров 50 может 60 минут так медленно-медленно очень пологий затяжной затяжной свальчик и получается с одной стороны береговой свал недалеко от камыша здесь такой свальчик мы по течению делаем проводку но то что у нас работала сегодня еще и поднимаем на свальчик гора поклевок вообще прикольно и тут они такие злые вообще классно просто бомбический участок доберусь я дана на палке какой-то мармаху какой-то как заряжу хочется на самые легенькие снасти половить здоровенную рыбу на самой верхней точке блин это просто неописуемое ощущение вот это на привод сильная рыба да сотри тут она прям крупнее реально такая прям вообще вот и видел так какая третья рыбалка по микроджигу у нас или 4 уже мы творим прям какие-то вещи интересные разобрались уже что-то понимают начали заметили какие-то особенности ну отдай пожалуйста я очень прошу ты моя хорошая здоровенная рыба это прям такая метр двадцать где-то сажай в домик ой классно такая поклевка я тебя варю прям взрыв и вот видите чем не рассказывал три рисовали на охолоте место интересно и тут вон сколько мелочи гуляет прям ну вот вот эта вся аномальная зона просто вагон смотрите там 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 по речке больше нигде нету а тут где вот такое дно какое-то интересное везде гуляет малючек ловим под прошлым видео много людей написали что у них еще лед не сошел вода твердая у нас сегодня ну по моему уже за 20 так прям жарит уже в кофточках потому что но ветерок такой еще некоторую прохладу иногда приносит а если тихо было можно было пуже в одной футболочки чувствовать себя очень комфортно прям я не знаю уже такая теплая теплая весна 3 марта какая красота только ну вот кто это сделал смотри как прикольно поточил бобры завальчики закоряжет нам бобрики места мы там будем здоровенный щук ловить пчелы комары и мухи летают весна пришла есть 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 отдыха на кони не врежут ой смотри что это я дядька убегает сразу по головлю его так классно оценил очень он мне понравился но звонки реально звонкий импульс здесь такая вот типа молнии нарисовано пробивает прям электрикой поклевки головлины это что-то чем-то и вот заценил позже по ловле окуня с берега тоже понравился звонкая палка вот ценник там районе 100 долларов 762 меня елки классный спиннинг по мелкой щуке оторвались просто бомбическая рыбалка получилось уже третья ли четвертая и вот в планах на вот такой же силикончик на вот эти меленькие веса половить крупную щуку на глюберт я тягал там пятерочек троечек как бы хотелось бы еще и на этот спиннинг и и половить четверку когда пир с каем но узкая больше запас прочности как-то больше уверенности хочется так чтобы аж немножко там коленки потряслись но вот более деликатной удочкой половить крупную рыбу этот спиннинг в числе основных наверное будет еще долго прикольный очень прикольный кто себя искал под головля под микро задачи может можно перегрузить его я не пробовал одну вершинку мы сашей брик по своей глупости сломали и после этого случая это единственный спиннинг который я особо не перегружаю ну 8 плюс резину ставил но не больше все остальные там раза в полтора то два спиннинги перегружаю а этот вот как-то аккуратненько теперь стараюсь использовать классный спиннинг ухты елки-палки вот это ты подсек я аж испугался денька как тебе рыбалка сегодня как поклевки количество да такое слушай как поклевки скажи два слова нам поклевки бешеный бешеный просто вообще этих мальков наловились море кайфа море как там в песне было петухи летают слышишь вон прикольно щучка клюет мы кусок речки обработали везде она ловится на этого синего языка вообще сотри там зубы аккуратненько садив домик мы часа полтора потратили на такое занятие сетку старую нашли долго выпутывали скоряк множество рака дохлого было ну и вот парочку живых забрали тоже пересадим 100 вочек чтобы там они тоже размножались потихонечку короче речковой фауны переселим 100 вочек посмотрим что у нас получится из-за этого короче подбачу настроение и спорта текке всегда стима короче той каже от и открыть там щучки подивайся там стеки малька пошат и хотим там руши найти чешу царь хищник елки-палки есть хорошая у офигеть на синячку у вот она и взяла а я на лоха перешел ты только чуть-чуть отрабатывали спиннингом старайся чтоб катушка хорошая до трешечка не четверочка я возьму ты подведи покажи подыми и и и крючочки у нас там вообще одноразовые маленькие маленькие но это трофей ты видишь тебе тут прет о так хорошая щука елки тихо 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 смотри какая сейчас я по-моему на синячку глянь день ну тебя реально тут прет так крючочек смотри какой это такая два с половиной наверно вот и фоточки будут в сапогах в баклажке ведро разбитое нашли ну надеемся все выживут сейчас наставочек целина там поедем высадим всю рыбочку может быть какая-то не доедет хотя у притаилась только что так она бодро себя вела вообще это чё-то она испугала света наверно или чё смотри вообще замерло эй короче вся пока живая живенький день аж приятно стало блин да ты шо красота вместо разговаривает на рабом шабашить так не будем политься сильно друзья в общем занимаемся вот такими делами через пару лет будет очень интересно я думаю всем не хвоста не чешуй до скорых встреч